Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 октября. Житие Авраамия Затворника и Блаженной Марии. Блаженный Авраамий был сыном благочестивых родителей. Уже с ранней юности он любил посещать святые храмы, слушать там с умилением Слова Божие и поучаться в нем. Горячо любя своего сына, родители понуждали его вступить в брак. Он сначала отказывался, но потом, после многих усильных просьб, вопреки своему желанию, повиновался родителям. На седьмой день своего брака, когда Авраамий сидел однажды в опочивальне с твоей женою, в его сердце внезапно воссияло подобно свету благодать Божия, и никому ничего не сказав, он тайно удалился из дому. По божественному внушению он вышел из города, и на расстоянии двух тысяч шагов от него нашел необитаемую хижину. В ней он и поселился с радостным сердцем, прославляя Бога. Родители с родственниками, скорбя о его исчезновении, повсюду стали искать Блаженного. По прошествии семидесяти дней они нашли его в келии, молящемся Богу, и весьма удивились. Блаженный же сказал им, «Не удивляйтесь, но прославьте человека любца Бога, избавившего меня от суетного мира, и молите за меня Господа, дабы он даровал мне до конца донести благое иго, коего он сподобил меня, и оставьте меня жить здесь ради любви к Богу, в безмолвии, дабы мне исполнить святую волю его». Родители Блаженного, увидев его непреклонное решение, произнесли «Аминь». Святой Авраамис стал умолять их, чтобы они не беспокоили его своими посещениями, и затворив дверь и оставил только небольшое оконце, через которое и принимал пищу. После этого мысль Блаженного еще более просветилась благодатью, и он преуспевал в добродетельной жизни, в великом воздержании, в смирении, любви и целостности. Слава о нем прошла повсюду, и все слышавшие приходили повидать и послушать его, потому что ему даровано было слово премудрости, разума и утешения. По истечении десяти лет, после удаления Блаженного из родительского дома, родители его умерли и оставили ему большое богатство. Аврааме, не желая оставить своей молитвы и безмолвия, упросил одного близкого друга, чтобы тот раздал нищим все доставшееся ему имущество. Поступив так, он оставался беспечальным, ибо главное попечение Блаженного заключалось в том, чтобы ум его не прилиплялся к земным предметам, и поэтому он ничего не имел на земле, кроме одной верхней одежды, в лосинице, кувшинчика, из которого он ел и пил, и рогушки, на которой спал. Во все годы своего иночества он не изменил своего правила, а в иночестве с великой любовью и усердием к Богу он пробыл пятьдесят лет. Среди окружавших город-селений находилась одна весьма большая деревня, в которой все от мала до великого были язычники, и никого не находилось, кто бы мог обратить их к Богу. Многие пресетеры дьякона, будучи посылаемы туда епископом той страны, не отвратили их от идольского обольщения, потому что они не могли переносить всех, постигавших их трудностей и оскорблений. Многие монахи неоднократно пытались обратить язычников, но ничего не успевая, оставляли их. Один раз епископ, беседуя с клириками своими, вспомнил Блаженного Авраами и сказал, «Я в своей жизни не видал такого человека, как Авраами, сего мужа, достигшего совершенства во всяком благом и богоугодном деле». Клирики отвечали ему, «Да, владыка, он Божий раб и инок совершеннейший». Епископ на это сказал им, «Я желаю сделать его священником для этой деревни. Он своим терпением и любовью в состоянии будет расположить к себе сердца их и обратить к Богу». И немедленно вместе с клириком он отправился к Блаженному. Когда они пришли и поздоровались, епископ стал говорить Авраами о той деревне и стал упрашивать его, чтобы он отправился туда. Услышав это, Авраами сильно опечалился и сказал епископу, «Отче святый, прости меня, предоставь мне лишь плакать о грехах моих, я слаб и непригоден для этого дела». «Силою благодати Божией», сказал на это епископ, «ты возможешь сие, не ленись же на доброе послушание». Тогда Блаженный сказал, «Умоляю твою святыню, оставь мое ничтожество, чтобы оплакивать мне мои беззакония». Епископ на это ответил ему, «Вот ты оставил мир и все, что в мире, возненавидел, сораспялся Христу и исполнил все его повеления, но послушания не имеешь». Услышав сие Авраами, проследился Горький и сказал, «Кто такой я? Пес смрадный, и что моя жизнь, если ты так помыслил обо мне?» «Находясь здесь, отвечал епископ, ты спасешь одного лишь себя». А там при помощи Божией благодати спасешь и обратишь ко Господу многих. Тогда Блаженный плача сказал, «Да будет воля Божия, пойду ради послушания». Епископ, выведя его из кельи, ввел в город и, рукоположив его, с великой радостью отправил вместе с клиром в то селение. На пути Блаженный так молился Богу, «Благи, человеколюбший, ты видишь мою немощь, пошли на помощь мне благодать твою, дабы проставилось пресвятое имя твое». Придя в селение и увидев людей, одержимых бесовскими обольщениями, служащих идолам, Авраами горько заплакал. Устремив очи свои к небу, он сказал, «Боже, единий безгрешен не презридел рук твоих». После этого он послал в город тому близкому своему другу, которому поручил раздать нищим оставшееся после родителей имущество, чтобы он прислал ему часть его денег для устроения церкви. Друг не замедлил прислать ему, сколько нужно было для его потребы. Тогда Блаженный начал созидать храм Божий и в короткое время выстроил благолепную церковь и изукрасил ее, как прекраснейшую невесту. В то время, как устроялась церковь, Блаженный приходил и молился Богу посреди идолов, ни с кем не говоря ни слова. По устроению церкви он принес там с горячими слезами такую молитву Господу. «Господи, собери рассеянных людей си их и введи их в эту церковь, просвети их умственные очи, дабы они познали тебя, единого, благого и человеколюбивого Бога». Окончив молитву, он вышел из церкви и, сокрушив языческий жертвенник, не спроверг всех идолов. Увидев случившееся, язычники устремились на святого, подобно диким зверям, и с побоями выгнали его вон из селения. В ночь он возвратился, проник опять в селение и, войдя в церковь, стал свопим и плачем молиться Богу, дабы он спас погибающих людей. С наступлением утра язычники застали его молящимся церкви и пришли в страх. Они приходили всякий день в церковь не для молитвы, а для того, чтобы видеть благолепие и красоту здания. Блаженность же стала умолять их, чтобы они познали Бога, но они били его, как бы неодушевленный камень, колями и, поваливши на землю, накинули на шею петлю и поволокли из селения, думая, что он уже умер, а они положили на него камень и, оставив его, ушли. Он же, будучи едва живым, в полность пришел в сознание и встал, и стал горько плакать и так молился Господу. Владыка, зачем ты презрел слезы мои и смирение мое, зачем отвратил лицо твое от меня и презрел дело рук моих, «Призри теперь, владыка, нарабатывая, услышу мою молитву, укрепи меня и освободи рабов твоих от уст дьявольских и дару им познать тебя, единого истинного Бога, ибо нет другого Господа, кроме тебя». Затем Аврааме пришел в селение и, войдя в церковь, стоял, воспевая и творя молитву. Вторично, с наступлением утра, пришли язычники и, увидев его живым, стали изумляться. Сначала изумились, но потом снова стали бить блаженного. Повалив его на землю, они накинули ему веревку на шею и волочили его поселению. Так страдал блаженный до трех лет, претерпевая все муки, как твердый камень веры, будучи и побиваем, и гоним. За все эти мучения он не гневался на них, не роптал, не был малодушен и, терпя, не унывал, но еще сильнее возгорался любовью к Богу и сожалением к заблуждающимся. Он умолял и поучал старцев, как отцов, юных, как братья, детей же и как собственных чад, подвергаясь сам обидам и поруганиям. Однажды все жившие в том селении от мала до велика собрались все вместе и удивленной жизнью Авраамия стали так говорить между собой «Видите ли великое терпение этого мужа? Видите ли не из глагола, но его любовь к нам? Он, будучи сильно озлобляемым нами, не отошел отсюда, никому не сказал обидного слова и даже не отвернулся от нас. Но претерпевает все это с большой радостью. Поистине он послан к нам для жизни нашей от Бога, о котором он всегда говорит. Он говорит, что наступит небесное царство, рай, вечная жизнь и слова его истины. Потому что если бы не было так, как он говорит, он бы не претерпевал столь много зла от нас. И им обнаружено бессилие наших богов, так как они не могли его наказать, когда он сокрушил их. Поистине он раб Бога живого и все им сказанное суть истины. Итак, приступите, чтобы уверовать в проповедуемого им Бога. Таким образом, устремившись единодушно, пришли в церковь, взывая, «Слава Богу небесному, пославшему своего раба, который спас нас от дьявольского обольщения». Увидев пришедших язычников, блаженный возрадовался великой радостью, и лесо его было подобно утреннему свету. Отвершив уста свое, он сказал им, «Отцы мои, братья и чадо, приидите и воздадим славу Богу, просветившему ваши сердечные очи, дабы познать его и очистить себя от нечистоты идольской. Итак, от всей души веруйте живому Богу, так как Он творец неба и земли, и всего, что в них, безначальный, несказанный, непостижимый светоподатель, человеколюбец, грозный и правосудный Господь. Веруйте же и в единородного Сына Его, Который есть премудрость, сила и воля из Пресвятого Его Духа все оживляющего, и уверовавши, получите жизнь небесную». Все на это ответили. «Отец наш и наставник нашей жизни. Мы веруем так, как Ты говоришь и учишь нас, и готовы делать то, что Ты нам повелишь». После этого блаженный, собрав всех, крестил их от мала до велика, около тысячи душ во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И каждый день считал им Божественное Писание, поучая их и сообщая им то, что касается Царствия Небесного, рая, гиенны огненной, правды, веры и любви. Они становились как бы плодородной нивой, приемлющей хорошие семена и приносящей плод, иногда сто, иногда шестьдесят, иногда тридцать. Таким образом, они с великим усердием, прилежанием и с наслаждением слушали Его учения и повиновались Его словам. Имея перед своими глазами блаженного, как бы ангела Божия, и привязавшись к нему союзом любви, они внимали Его святому учению. Блаженный после того, как они уверовали, прожил среди них один год, день и ночь обучая их Слову Божию, а потом, уверовавшись в их любви к Богу и твердой вере, он пожелал оставить их, так как видел, что они горячо Его полюбили и весьма почитали, и боялся, как бы Его помысл не привязался к каким-либо земным пристрастиям, и как бы не поколебался среди своих иноческих подвигов. И так, встав однажды ночью, он так помолился Богу. Еди не безгрешный, еди не святый, во святых почивай, еди не человеколюбший и милосердный Владыка, просветивший отчасти их людей и освободивший их от идольского обольщения, даровавший им разум. Тебя соблюди и сохрани их, Владыка, до конца и защити это доброе Твое стадо, которое Ты приобрел по многому Твоему человеколюбию. Огради их оплотом Твоей благодати, постоянно просвещай их сердца, дабы они, благоугодившие Тебе, сподобились небесного Твоего Царствия. Защити меня, слабого и недостойного, и не поставь мне этого во грех, потому что Ты, всеведущий, знаешь, что я Тебя люблю и к Тебе стремлюсь. По окончании молитвы святой осенил себя крестным знамением и тайно ушел оттуда, в иное место, и скрылся от них. С наступлением утра новопросвещенные по обыкновению пришли в церковь и, ища святого, не нашли его, и, удивляясь, ходили, как потерянные овцы, и со слезами призывая своего пастыря по имени и искали его. После того, как они повсюду разыскивали, не нашли его, то сильно опечалились и немедленно пошли к епископу и рассказали ему о случившемся. Последний, услышавший это, опечалился и с поспешностью разослал многих слуг на поиски блаженного, особенно ввиду слез и просьбы его стада. И его искали постный, как драгоценный камень, но не находили. Епископ, придя с клиром вселения и увидавший всех утвержденных в вере и в любви Христовой, избрал из среды их достойных, поставил их предсвятерами и деканами и благословил их, удалился. Услышав все сие, блаженный возрадовался от всего своего сердца и прославил Бога и сказал, что я тебе воздам, о благимый владыка, за все, что ты воздал мне, поклоняюсь и прославляю твое промышление. Помолившись так, он удалился в свою келью, в которой находился и раньше. Он устроил в себе другую небольшую келью отдельно от первой и, радуясь о Боге спасе Своем, затворился внутри ее. Дьявол же, взирая на все эти подвиги Аврамия, еще более возгорелся ненавистью и всячески старался низложить доброго воина Христова, пытаясь внушить ему помысл гордости. Он пришел к нему однажды с хвалебными словами. Раз, когда блаженный стоял на полночном молитве, внезапно в келье его воссиял свет и послышались как бы от Бога эти слова «Аврамий, блажен ты! Блажен, так как никто среди людей не исполнил моей воли так, как ты!» Но блаженный тотчас же уразумев неприятное обольщение и возвысив свой голос сказал «Исполненный лести и погибели! Да будет твоя злоба вместе с тобой в погибель! Я человек грешный, но имею упование на благодать и помощь Бога моего и не боюсь тебя, равно как не устрашают меня и твои появления. Для меня непобедимая стена имя спасителя моего Иисуса Христа, которого я возлюбил и именем которого запрещаю тебе, пес нечистый, это делать!» И внезапно дьявол исчез как дым. В другой раз по прошествии немногих дней, когда блаженный молился ночью, сатана пришел, держа в руках топор и, растекая им все, стал разорять его келью. И когда уже готовилось разрушение кельи, бес закричал другим бесам громким голосом «Друзья мои, поспешите, поспешите поскорее, чтобы нам войти и удавить его!» Блаженный же сказал «Все язычники обыдушами и именем Господнем противляхся им!» И сатана немедленно исчез, и келья осталась невредима. И еще после многих нескольких дней, молясь в полночь, он увидал, что подстилка, на которой он стоит, горит жарким пламенем. Наступивши на пламени, он сказал «Нас, педавасилиска, наступлю и попру льва и змея, и всю силу вражию ради имени Господа моего Иисуса Христа, помогающего мне!» Сатана убежал и закричал громким голосом «Я одолею тебя, злообразный, потому что я изобрел против тебя новую хитрость!» Однажды, когда блаженный вкушал пищу, дьявол опять вошел в его келью в образе юноши и, приблизившись, хотел опрокинуть на землю сосуд, из которого он ел. Заметив это, блаженный продолжал держать сосуд и вкушать, нисколько не боясь, а дьявол стоял перед ним. Затем дьявол поставил светильник и на нем свечу и громким голосом стал петь «Блаженно, непорочные в путь, ходящие в законе Господни!» И он до конца пропел тот псалом. Святой не отвечал ему, пока не окончил своей трапезы. После всего он перекрестился и сказал, обращаясь к дьяволу «Пес нечистый, треокаянный, бессильный и трусливый! Если ты знаешь, что непорочная суть блаженная, то зачем же ты беспокоишь их? Ибо все надеющиеся на Бога и любящие Его от всего сердца суть блаженная и треблаженная!» Дьявол отвечал «Я досаждаю им, чтобы победить их, я буду соблазнять их, отвращать их от всякого доброго дела!» Блаженный же сказал ему «Проклятый!» Пусть не будет для тебя никакого успеха, чтобы ты не мог никого из боящихся Бога одолеть или соблазнить! Ты одерживаешь победу над подобными тебе, отступившими от Бога по своей воле. Тех ты прельщаешь и побеждаешь, так как в них нет Бога. А от любящих Бога ты исчезаешь подобно тому, как дым от ветра. Одна молитва их тебя прогоняет, как ветер прогоняет прах. «Жив Господь мой благословенный вовеки слава и похвала моя! И я не боюсь тебя, если даже будешь стоять здесь целый год или даже больше, и ничего не сделаю нечестивый пес по твоей воле! Я пренебрегаю тобой, как пренебрегаю с какой-нибудь околелой собакой!» Когда блаженный произнес это, дьявол немедленно исчез. По прошествии пяти дней, когда блаженный оканчивал пение на полуночнице, враг вновь пришел к нему в сопровождении кажущейся большой толпы. Накинув канат на его келье и, повлекши ее, они закричали друг ко другу «Сбросим ее в ров!» Блаженный увидев их сказал «А быдошами яко пчелы соты, разгоревшиеся яко огонь в терни именем Господнем противляхся им!» Сатана же на этого запил «Я не знаю наконец победил меня и пренебрегая мною не изложил мою силу, но я не оставлю тебя до тех пор, пока не одолею и не смирю тебя!» Блаженный ответил ему «Будь проклят ты, нечестивый и все дела твои, владыки же нашему единому святому Богу, соделывающему то, что ты попираем и поруган нами, любящими его славой и поклонения, окаянный и бесстыдный, узнай ныне, друзей». Довольно продолжительное время таким образом дьявол вел борьбу со святым, желая устрашить его различными призраками, но не мог победить этого твердого угодника, еще более был побеждаем святым. Блаженный же преуспевал в подвигах и любви к Богу, так как от всей души полюбил Бога и проводил такой образ жизни, что сподобился Божьей благодати, и потому дьявол не мог победить его. Во все годы его иночества без слез не прошло ни одного дня, и он не отверзал уст своих для смеха, или не касался его рта, и он ни разу не умыл лица своего, но жил так, как будто умирал каждый день. Сей блаженный имел родного брата, у коего была единственная дочь. Когда умер ее отец, от раковица осталась остиротевшей. Знакомые ее, взявшись сию сироту, привели ее к дяде, когда ей было семь лет. Блаженный приказал ей находиться во внешней келье, а сам проживал затворенным во внутренней. Между обеими келями были небольшие дверцы, через которые он обучал племянницу псалтирии и прочим книгам. От раковица подобно ему подвязалась в посте и молитвах и во всех иноческих добродетелях. Блаженный много раз со слезами молил Бога о ней, дабы она возлюбила Господа и не привязала сердце своего к суете мирской. А отец ее оставил ей достаточное состояние, которое в тот же самый час, когда она приведена была к нему, святой приказал раздать нищим. Девица же так умоляла дядя своего отча молись за меня Богу, чтобы я избавилась от всех многоразличных дьявольских сетей. В иноческой жизни она во всем уподоблялась своему дяде и старец видя ее добрые подвиги слезы и смиренно мудрия, безмолвие, кротость и любовь к Богу радовался этому. В течение двадцати лет она иночествовала с ним как чистая агница, как нескверная голубица. Но в конце двадцатого года дьявол, дабы уловить ее и таким путем оскорбить блаженного Авраамия и отвратить от рук ум его, расставил сети на пути ее спасения. В то время проживал один инок, который имя только имел иноческое, а не подвиги. Он приходил к святому под предлогом получать от него наставления. Видя блаженную Марию через двери, он воспоминался к ней нечистой страстью, и сердце его распалилось как пламень от безумной страсти к ней. Так он был разжигаем любо-страстьем около целого года, пока наконец при помощи сатаны однажды не отворил дверей ее кель и, войдя к ней, прерстил и осквернил ее. По совершении греха девица ужаснулась и, разорвавши свои одежды, стала бить себя по лицу и от печали намеревалась даже лишить себя жизни. Она рассуждала сама с собой так. Согрешила я, и умерла душой, и погубила жизнь свою, и на физки подвиге воздержание мое, и слезы мои не послужили ни к чему, так как я прогнилого Бога, сама себя погубила и ввергла в горькую печаль преподобного дяди моего. Я поруган над дьяволом, зачем же дольше мне жить, окаянный? Горе мне, что я сделала? Горе мне, до чего я дошла? Я и не заметила, как омрачился мой рассудок и как я погибла. Какой-то темный мрак покрыл мое сердце, я не знаю, что я буду делать и куда сокроваюсь, куда сокроваюсь, куда пойду, в какой рог кинусь. Где учение преподобного дяди моего, и где наставляе друга его Ефрема? Они говорили мне, внимай себе и соблюдай неоскверненной свою душу для бессмертного жениха, ибо он свят и поборает по правде. Отныне я уже не дерзну воззреть на небо, ибо для Бога и людей я умерла. Оставаться здесь я дольше не могу, ибо каким образом я исполненной нечистоты грешницы опять начну разговаривать с тем святым отцом. Если же осмелюсь, то исшедшая из тех дверей огонь сожжет меня, выше удалюсь в другую страну, где не будет никого, кто бы знал меня, потому что раз я умерла, то после этого для меня уже не осталось надежды на спасение. Немедленно собравшись, она удалилась в другой город, изменивши свой внешний вид, остановилась в гостинице. Когда с ней происходило это, блаженному Аврааме было видение. Он видел страшного и ужасно огромного змея, омерзительного по виду, дышащего яростью, который подполз к его келье и нашедший голубку проглотил ее и опять возвратился на свое место. Пробудившись от сна, блаженый сильно опечалился и горько плакал, так сам себе говоря. Неужели сатана воздвигнет гонения на святую церковь и многих отклонит от веры? И неужели настанет в церкви раздор? Помолившись Господу, он сказал, человеколюбчий и всевечий Господи, ты один разумеешь это видение. По прошествии двух дней ему второй раз представился в видении тот же змей. Преподобный видел, как он вышел из своего логовища, приполз к его келью и, подложив свою голову, под ноги его лопнул. Когда голубица та была найдена в очреве змея, блаженный протянул свою руку и взял ее живой и неповрежденной. Вновь проснувшись, блаженный несколько раз позвал из своей кельи через дверцы, соиночествующую с ним девицу, говоря, почему ты второй уже день ленишься и не воздаешь словословие Господу? Но ответа не последовало. Отворив дверцы кельи, он не нашел своей племянницы и, уразумевши, что видение, которое ему было касается ее, заплакал и сказал «Горе мне, так как волк похитил мою агнецу и дети, дитя мое пленена», и со слезами на глазах воскрикнул «Спаситель всего мира! Возврати в ограду твоего стада свою агнецу Марию, дабы старость моя не снизошла с печалью в ад, Господи! Не приверь моления моего, но пошли благодать твою, дабы она исхитила ее из уз змея». Прошло два дня после ухода блаженной, в продолжении которых Авраами видел означенное видение. Мария же прожила без своего дяди в течение двух лет, а он день ночь молился о ней Богу. По прошествии двух лет она удалилась в город Асс в 60 верстах от Лапсака. Кто-то рассказал ему, где она находится и как она живет. Святой упросил одного своего знакомого отправиться в то место, чтобы узнать о ней подробнее. посланный отправился и узнав о Марии возвратился и рассказал все блаженному. Услышав рассказанное, блаженный переоделся воином, надел на свою голову большую и очень высокую шапку, дабы она прикрывала лицо его, взял с собой одну золотую монету и, севши на коня, поехал. Он пришел в ту гостиницу, где проживала Мария и, усмехнувшись, сказал гостиннику, «Друг, я слышал, что у тебя живет красивая девица, покажи мне ее, чтобы мне сладость на нее насмотреться». Гостиник, видя его старческие седины, посмеялся над ним в сердце своем, потому что понял, что он расспрашивает о ней с целью блуда и ответил, «Действительно, у меня проживает такая девушка и она очень красива». Блаженная действительно была весьма красива. После всего старец с веселым взором сказал ему, «Пригласи ее ко мне, чтобы сегодня мне повеселить». И когда Марию пригласили, она пришла к старцу. Лишь только святой увидал ее в блудническом украшении, ему захотелось зарыдать. Но чтобы не быть узнанным ею, и чтобы узнав его, она не убежала от него, он хотя с трудом удержался от слез. Когда они сидели и пили, сей дивный муж стал сам заигрывать с нею, а она старше обняла его и стала целовать его шею. В то время, как она целовала его, ощутила исходящее от чистого и многими подвигами умершленного тела его благоухания. Тогда, припомнивши первые дни своего воздержания, она вздохнула, прослезилась и сказала, «О, горе мне!» Гостиня уже спросил ее, «Мария, ты уже проживаешь здесь с нами второй год, и я от тебя никогда не слыхал такого слова и вздоха. Что такое сейчас с тобой случилось?» Она отвечала, «Если бы я умерла раньше, то я была бы счастлива». Блаженный Авраами, чтобы Мария его не узнала, грубым голосом сказал ей, «Ты только теперь, когда ко мне пришла, вспомнила про свои грехи». Вынувши монету, он передал ее гостиннику и сказал, «Друг, устрои нам хорошую пирушку, чтобы мы повеселились с этой девицей, я издалека пришел ради ее». О, сколько в нем было премудрости, сколько духовного разума! Человек, который в течение пятидесяти лет своего иночества до сытости не вкушал хлеба и не пил вдоволь воды, ныне, дабы спасти погибшую душу, ест мясо и пьет вино. На небесах чины святых ангелов удивлялись такому подвигу блаженного отца, его великодушию и разумному замыслу. Он ел мясо и пил вино, чтобы спасти от греховной скверны погибшую душу. О, премудрость премудрых! О, разум разумных! По окончании пирушки девица сказала ему, господин, встанем и пойдем на постель, чтобы нам уснуть там. Он отвечал, пойдем. Когда они вошли в опочивальню, Авраам увидал большую кровать высоко посланную, сел на ней и сказал Марии, затвори двери, подойди и разуй меня. Она, затворив двери, подошла к нему и он сказал ей, девица Мария, приблизься сюда ко мне. Когда она приблизилась, он схватил ее, крепко сжал, чтобы она не убегла и опять целовал ее. Затем, снявши со своей головы воинскую шапку, он расплакался и меня не узнаешь. Не я ли воспитал тебя? Что с тобой случилось, дитя мое? Кто тебя загубил? Где ангельский твой образ, который имела ты, дитя мое? Где твое воздержание и слезный плач твой? Где твое постоянное бдение и молительное возлежание на земле? Ты как будто спустилась с небесной высоты в ров, дитя мое. Когда ты согрешила, зачем ты мне рассказала, чтобы я принял за тебя подвиг покаяния за себя, на себя с возлюбленным моим Ефремом? Зачем ты сие соделала и зачем меня скорбила и ввергла меня в столь ужасную печаль? Кто без греха, кроме Бога одного? Слушай, это Мария была в его руках как бы бездушным камнем, боясь и стыдясь вместе с тем. А блаженный продолжал, ты не отвечаешь, дитя мое, Мария, мне ли жизнь моя ты не отвечаешь? Не ради ли тебя я пришел сюда? Я за тебя буду отвечать Богу в день суда. Я на себя возьму покаяние за твои грехи. Так он до полуночи умолял и наставлял ее плача. Она же, немного успокоившись, со слезами сказала ему, несовестно, я не могу смотреть на тебя. И как могу я молиться Богу, когда сквернен нечистыми делами. Он это сказал ей. Дитя, твой грех да будет на мне. Пусть Бог взыщет твой грех от моих рук. Только ты меня послушай. Пойди и затвори снова свои кельи. За тебя молит Бога и Ефрем молит. Дитя мое, пощади старость мою, умоляю тебя, жизнь моя, пойдем со мною. Если ты уверен, отвечала она, что я имею возможность покаяться и что Бог примет мою молитву, то я пойду и преподу к твоему преподобию, а было бы за иступни святых твоих ног, за то, что ты так смилосердствовала мне и пришел сюда с целью отвезти меня от нечистой этой жизни. И положив свою голову на его ноги, она всю ночь плакала и говорила, что воздам тебе за все это. Со ступеньем утра он сказал ей, дитя, встань и удались. «Я имею здесь немного золота и одежь», сказала Мария, «как ты распорядишься всем этим?» «Оставь все здесь», сказал Блаженный, «потому что это нечестное имущество». И немедленно ставши они удалились, посадив Марию на коне Авраами и повел его, а сам шел перед ней. Он шел радуясь, как пастырь, когда найдет заблудшую отцу и с радости возьмет и на плечо свое. Так и Блаженный шел с радостью в сердце. Когда пришел на свое место, там вновь затворил Марию во внутренней келии, где прежде сам подвязался, а сам остался в келии внешней. Мария во властином ретище, скротостью призывая Бога на помощь, каялась с великим усердием. Покаяние и молитвы были таковы, что наше покаяние и наша молитва в сравнении с ними и не значит ничего. И милосердный Бог, не хотящий никому погибнуть, но всем прийти в покаяние, помиловал свою истинно покаявшуюся рабу и простил ей ее грехи. Зная же прощения ее, он даровал ей благодать исцелять болезни приходящих. Блаженный Авраами прожил еще десять лет, видя великое раскаяние Марии, ее слезы, посты, труды, и прилежные молитвы к Богу. Он утешался и славил Бога. После этого он скончался, а Господь он умер семидесяти лет от роду. Едва ли не весь город собрался в час его представления, и к честному телу его каждый приближался с усердием, и болящие получали исцеление. Христова Агнеца Мария после представления дяди своего прожила в большом воздержании день и ночь умоляя Бога еще пять лет. Живущие там, проходя мимо ночи, много раз слышали плач ее и безмирное рыдание, и останавливаясь, удивлялись и прославляли Бога. Таким образом, истинно покаявшись и благо угодивши Богу, блаженная Мария с миром приставилась, и ныне после умиленного плача радостно веселиться со святыми о Господе. Ему же слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.